Приветствую вас, я постараюсь вам ответить на ваш вопрос сперва, прямо, то есть, как можно помочь моему мужчине, да, чувствовать себя более уверенным. А потом раскрою несколько важных вещей, на мой взгляд. Значит, смотрите, вы правы в том, что это всего лишь слова, и слова, особенно для мужчины, ну, далеко не всегда имеют первостепенное значение. Поэтому, поэтому, исходить нужно не из слов, исходить нужно, конечно же, из действий. Но действия могут быть по своей сути разными. Например, можно говорить о таких действиях, как, например, демонстрации. Демонстрации мужчины, мужчине, мужчине, а, того, что он для вас действительно самый, такой, значит, красивый, самый важный, самый цель. Самые нужные, самые нужные, и так далее, и так далее, и так далее, вот. Как демонстрировать? Ну, например, рассказывать об этом другим людям. Элементарно, да? То есть, просто рассказывать о том, что вот, вот, у меня такой классный мужчина, и он, там, для меня, он у меня самый лучший, или, там, кто-то еще. Ну, вот. То есть, как-то социально, как-то социально, именно социально, демонстрировать, что то, что вы говорите мужчине о нем, то, что то, что вы говорите мужчине о нем, это правда, вот. И я полагаю, что, именно, это единственное, что вы можете сделать сами. Потому, что, ну, слова, да, это слова, социальная позиция, это социальная позиция. Значит. Но, по сути, это не изменит, не изменит одного. Это не изменит того, как мужчина воспринимает себя. Сам. И здесь, мне кажется, нужно прояснить ситуацию. Смотрите. Проблема неуверенности в себе вашего мужчины, да, проблема неуверенности в себе началась до вас. То есть, это именно, ага, до вас случилось. Что человек, перестал быть в себе уверенным, или не был никогда, а, в себе уверен. Что, в общем, не имеет, а, разницы, разницы. Что, если, если, мужчина до вас еще был неуверен в себе, именно до вас, ну, логично, наверное, что проблема не связана с вами. И проблема не связана с его работой. Проблема может быть связана только с тем, как человек воспринимает именно себя. В этом контексте я, пожалуй, соглашусь с Кудрячевым Игорем Леонидовичем и скажу, что вам нужно принимать его таким, как он есть. Но, я полагаю, что вы это делаете, вот, стоит только лишь разница, да, что, я полагаю, что вы принимаете его таким, какой он есть. Вот, но нужно и чтобы мужчина сам себя принимал. А, поскольку это началось задолго до вас, да, поскольку это началось задолго до, скорее всего, того, как вы встретились с мужчиной, то я полагаю, что не вам этот конфликт по силам разрешить, к сожалению, не вам. Потому что, связан этот конфликт не с вами. А, связан он с мужчин, с мужским прошлым опытом, который у него имел место быть. И отсюда, 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 мы, я надеюсь, извлекаем самую главную мысль. Мысль заключается в том, что если вас не напрягает то, что у мужчины есть проявление неуверенности в себе, если вас это не напрягает и не колышет, то оставьте человека в покое. Может быть, он специально, специально говорит вам о том, что, ну, что он неуверен в себе, что он там считает себя недостойным и так далее. Вот. Чтобы вы убедили его в обратно. Просто словами. И да, слова имеют определенную, как бы, ну, определенные результаты, определенный эффект. Вот. И если вы видите, что человек снова и снова нуждается в том, чтобы вы как-то ему говорили это, ну, например, то ничего плохого в этом нет. Ну, опять же, если, если для вас это нормально, понимаете, если именно, если именно вам это не отравляет жизнь. А если отравляет жизнь, если вы, например, сомневаетесь в своем мужчине, ну, начинаете в нем сомневаться, если вы начинаете как-то меньше его уважать, там, например, любить. Вот. То в этом случае, конечно, я рекомендую вам ему посоветовать обратиться к психологу, потому что сам он со своей проблемой не справится. Если предостанет говорить вам о том, что его беспокоит, например, это может вас отдалить. В том числе и в сексе. Поэтому исходите вот из этих двух моментов, исходите из этих двух посылалов. И не делайте ничего такого, чтобы вам было неприятно, чтобы вам не нравилось и так далее. Вот. То есть не действуйте себе во время, во время. И все будет нормально. То есть если почувствовали, что вам некомфортно, ну вот, скажите мужчине об этом. Не думаю, что от этого будет что-то плохое. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует.